Сертификатики, которые я выдаю за... Скоро от Элины будет сипаться глаз. Есть одно интересное предложение. Два, удлиняйся наверх. Динава, короче. Ты что, серьезно? Ты не серьезно? Я из себя выжила максимум. Ноги трясутся, руки трясутся. У меня было одно из желаний. Сделала это. У меня раскалывается голова. Мне сегодня пришло сообщение с Ужонда. Сейчас уже на волосах, а мам? Где я в полдевятого вечера? Это капец. Начинаю неделю с вкусняшеств. У меня на завтрак кофе и мой авокадо-тост с рыбкой красной и сыром. С маслом, кстати, обычным сливочным. Я уже предвкушение, как-то будет вкусно. Хочу вам показать свои сертификатики, которые я выдаю за обучение со мной, как у меня в роли ментора. Но не хочу показывать близко, чтобы не появилось у меня копировальщиков. Так что вы такие у меня сертификатики. Есть. Сейчас я девочкам как-то раз делаю и отсылаю. Смотришь, как Бенни играет в мячик. Бенни играет в шарик. Маленький котик. Бэббичик, да? Одна Бэббичка. Вон второй Бэббичик. Ой, как играет. Раз, шарик. Ох, потяну Бенни шарик. Дай, дай шарик. Бегом, Бенни, дай, дай шарик. Дай, дай мне шарик. Дай, шарик. Смотри, раз, Бенни схватил шарик. Шарик летал. Раз, схватил Бенни шарик. И так интересно, да? Бенни играет в шарик. Остальные уже валяются на полу. Ему неинтересно тот, который валяется. Что-то как-то у меня с деглайнами не получается. В пять часов уже должен был быть влог на канале. А у меня до сих пор он грузится только на диск. Это какая-то печаль прям. Рабочие задания еще. Смотрите, сколько кружочков за сегодня нужно успеть сделать. Ну и кто-то мне очень сильно в этом помогает все. Будем сейчас собираться идти гулять, потому что у нас закончилось самое главное в семье. Когда есть маленький ребеночек, памперсы. Вообще ноль. Ноль. Нас такого вообще не было, чтобы ноль оставалось. Последний на ней. Сейчас пойдем купим памперсы. И я думала, еще может попасть в Аркадию. Но не знаю, как будет с влогом. Но если что, Валера сможет мне влог загрузить. Потому что у него сегодня на шесть часов вебинар. Не мешай мамке. У него на шесть часов вебинар. И я бы не хотела ему мешать, чтобы он сконцентрировался. Я хорошо внимательно послушала. В общем, посмотрим. Возможно, я сейчас все подготовлю ему. И он уже сам загрузит в ложек. Но он точно сегодня выйдет. Ну вот я не знаю, сколько. Я хотела очень в пять часов, чтобы он уже был доступен. Но вот как-то я не знаю, что происходит. Почему так долго? Ну, мой ноутбук, конечно, уже не справляется с моим темпом жизни. С моим темпом, который я хочу все выполнять. И надо как-то, не знаю, на этот год я себе не прописывала в целях, в заданиях купить новый ноутбук. Как-то не преследовало такое задание. Будем пока на этом. Вроде как более-менее... Ну, в общем, посмотрим, чем все закончится. Ну, долго, очень долго выгрузится. Я его в два часа начала выгружать, уже 4.20. Он до сих пор ему пишет, что два часа загрузки. Но загрузка идет. Не могу сказать, что она не идет. Ладненько, погнали мы погуляем. Она уже капризничает. Моим счастьем без 29. У меня до сих пор не загружен влог. Я просто уже не выдерживаю. Это просто какой-то трындец. Словила себя только что на мысли, что у меня скоро от Элины будет сипаться глаз. Это просто... Она везде и одновременно. Везде. Она во всех полках. Она все достает. Просто во всех полках. Рассыпала сегодня смесь. Достала сегодня все шнуры из шуфляда. Я не знаю, у меня тут столько этих шуфляд. Я просто не накуплю столько закрывашек. Она просто везде. Она идет в ванную и лезет в бэнкин туалет. Там полотенца стоят, она все полотенца высовывает. Идет к обуви, берет обувь. Это просто капец. День добрый. Так. Видать, слышать. Так. Но погода шветная. Шветная. Ну, если не было на улице, то не вим, як там надвожим, да? А на улице не говорится, да? А, типа как есть название. Угу. Ну что, мой польский закончился. Я, наконец-то, попью свой кофе. И в два часа у меня созвон. В два часа у меня созвон по пилата створу. Пока ничего не могу сказать. Есть одно интересное предложение. Будем сейчас это все обсуждать. И посмотрим, чем это все закончится. Если будет все так, как я себе думаю, то... В общем, пока ничего не могу сказать. Ждите объявления где-то по-любому, как только все решится. Если все решится хорошо и позитивно, то сразу же появится какая-то рекламка, объявление. Я об этом всем расскажу. Но пока, в общем-то, знаете, как заинтриговать. И потом на два часа, получается, у меня созвонок. Три часа у меня персональная тренировка с девочкой. И пойду, пойду, пойду. Потом в Аркадию погуляю. Посмотрю, все-таки тот костюм розовый не дает. Он мне покоя. Думала, я его не захочу. Но все-таки думала, передумай. Знаете, день-два проходит. Обычно ты что-то там загорелся, захотел. Походил день-два. И все уже как-то тебе... Ну как-то... Ну да, да. Нет, нет. Ну такое. А это он мне не дает покоя. Просидит в моей голове. Я прям хочу его носить. Если он еще будет, конечно. Потому что такие расстрадажи. Там было буквально пару штук. Пойду, посмотрю. Если будет, то возьму. Если не будет, расстроюсь. И вдох. Десять. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. И выдох. Десять. Три. Два. Один. Двенадцать. Вдох. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Девять. Десять. Держи. Двенадцать. Спокойно. Выдох. Два. Удлиняйся наверх. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Четырнадцать. Вдох. Давай расскажем, как прошел наш день. Пол дня. Польский. Сделано. Созвон по поводу туров. Сделано. Тренировка персональная. Сделано. Сейчас будет обед у Элины. Потом обед у мамы. Давай покушаем. Ну куда ты? Сейчас сделаем созвон с Наташей. Потому что... Ну спокойно. Тшшшш. Сейчас сделаем созвон с Наташей. Подумаем, что это. Ну дочь нам. Ладно, все. Пошли домой. Деловая кабася. Чик-чик-чик-чик. Пошли одеваться. Гулять. Пошли. Какая деловая кабася. Везде прошлась. Все проверила. Пошли одевать кабель. Ничего на улицу. Пошли. Иди, иди. Иди, иди. В общем, я тут, как всегда, на распродаже. Покажу вам сейчас что-то. Смотрите, какие классные кроссовки. Такие прикольные цена. Та-дам! 40 злот. Реально прикольные такие. В Заринахе такие сапоги. 299 злотых стоят. Вот такие. Вот так они идут. С таким каблучком. Еще есть вот такие. Еще есть вот такие. Вот такие. Куча всего. Самый главный покупатель торгового центра. Да? Эй! Идем. Магазин. Помните, в каком-то из влогове снимала здесь был такой заброшенный отель, который на переделку, короче, взяли. Его уже нет. Все, его снесли. Так что здесь будет строиться что-то масштабное. Вот такого плана, я думаю. Какое-то офисное здание. Вот, видите, были ступеньки туда. Вон. Какой-то черный кот называлось. Как-то так. Нет, уже. Будет что-то классное. И тут еще такая территория есть. Там заброшенная, огромная. Какой-то завод был. Я думаю, там тоже сделать какое-то щедле прикольное. Что по поводу костюма? Не было. Была кофта, но не было штанов. И все. Я не купила себе костюм. Пошла померить в Страдиваросе джинсы, те, что я вам показывала в прошлом влоге. Нет размера. Тридцать четвертая, в тридцать четвертая я влезла, но застегнула. Но у меня было тесно дышать. Не люблю как-то так. Должно быть комфортно. Так что нет. Думала, возьму вельветки. Вельветки тоже размеров не оказалось моих. Короче, купила Элине колготы. Купила Элине варежки. И купила Элине топулечки. Такие как бы. Первая ее обувь, чтобы ходить. И все. И то она мне так скользит. Я взяла за 20 злотых. Чуть-чуть походит, а потом нужно было брать эту обувь. Вот так вот ничего не купила. Иду домой. Ну что, завтра у меня фотосессия. И я к ней подготовила позы. Из таких прям... Я много выбрала прикольных поз, но такие прям вау-вау, которые бы я хотела реализовать. Вышло аж 18 штук. Всего должно быть 10. Ну, я завтра покажу, что я выбрала. Я думаю, потому что там будет два варианта света. Теплый свет и черно-белый холодный свет. И два костюма будет у меня в теплом свете. У меня будет бежевый костюм, в тепло-холодно-черном. Будет такой у меня есть темно-темно-фиолетовый темный костюм с длинными рукавами. В общем, я покажу, какие я выбрала там позы. Такие, что я в принципе должна осилить, потому что это она уже не занималась. Я думаю, фотограф подберет, какие будут прикольные. И мы их попробуем реализовать. Сейчас я сажусь быстренько за сценарий. За защилок опекунчий. Сейчас я его буду прописывать, этот сценарий. И на этой неделе мне нужно снять видео и выставить это видео. Потому что там поджимают сроки по поводу этого защилка. Есть определенные нюансы, поэтому я хочу его на этой неделе выставить. Ну и ложусь отдыхать и высыпаться, потому что завтра утром надо быть свеженькой. 12 часов фотосессии у меня. Сразу же по ходу начинаю исправляться. Называется, ну можно сказать, защилок опекунчий, но правильно звучит так. Роджиный капитал опекунчий. Вот так. Эта новая фишка с 2022 года вступает в действие с 1 января. На второго и последующего ребенка в возрасте, когда ребенку от 12 месяцев до 36. То есть если ребенку уже больше 36 месяцев, ну, увы, получается от года до трех. У меня Элина как раз попадает под этот защилок. Полинка уже все, ей уже 7 лет, куда уже? Уже не попадает. Привет, среда! Так, не смотрите на мои грязные окна. Обещаю их помыть, как только закончится зима. Помните, у нас здесь была ямка? Приехали. Сейчас ее золотую. Ямки не будет. Раз-два и сделаю. Кому-то готовлю завтрак. Я показываюсь. Я уже при макияже. Уже с ломиной прической. И сегодня у меня фотосессия. Сегодня я иду на йога-фото-дэй. Да, папа, зебляй меня. Чи-чи-чи нету. Ванную. Убирать меня надо. Еще один. Минус один. Валера мне только что рассказала один секрет. Пошел его повторить. То же самое на камеру для вас. Ну я не расскажу. Ну расскажи по поводу ямки. Сейчас она занята. Ну расскажи по поводу ямки. Ну серьезно, про мешок. Так они не яму делают, смотри что они делают. Что они делают? Они ее сейчас выдолбывают. Но была же яма. А, может, не видно. Она там была за этой мешкой? Да, она была там. Первый раз они достали с мешка, как цементный мешок, асфальт. Положили его в ямку. Лопатой его раздолбали, раздолбали. И бусом, автомобилем, колесом его укатали. Пару раз, да, поехали? И все, да, пару раз. А теперь, смотри, они прям с тракторца. А теперь они приехали с серьезным инструментом. Тогда они были только с лопатой. Ну, видимо, знаешь, чтобы не разлазилась яма побольше. Ну, у них обычный бусик такой был. Наверное, чтобы не разлазилась. А сейчас и не видишь, прям все это штука, которая крутится. Он бетономешалка или что? Не бетон, а как ее асфальтомешалка. Где и крутится? А вот внутри, посмотри, крутится в оранжевой штуке. Барабан, видишь так? Да, да, там асфальт. Меня попросили прийти за 20 минут раньше. Уже за 20 минут. Но мне тут буквально через мой двор перейти. И я уже буду в фотостудии. Хорошо, когда она? Прямо рядышком. Сейчас пойду через минус один этаж, потому что через нулевой. Через нулевой нужно выходить через улицу, заходить в другой подъезд, который ведет во двор. Я пойду через минус один сейчас, быстренько. Не знаю, посмотрим, может, сделаю одну часть фотосессии с распущенными волосами, другую завяжу хвост или дульку. Побежали. Побежали, побежали. Так, интересно, у нас здесь в каждом подъезде свой код, чтобы зайти в подъезд. А вот такой намагниченный ключик, такой пластиковый, то один для всех. Так, кто-то едет. Едем. Я так нервничаю. Я, во-первых, очень давно не была на фотосессии, а во-вторых, это у меня будет первая фотосессия в формате проекта. Ну, то есть, обычно я индивидуально брала фотосессии, а это именно в проекте Yoga Photo Day. Прикольно. Тогда вам покажу, как я буду добираться. И вот, вот в этом доме фотостудия. Круто же, правда? И я все. Увы, у меня не получилось снять ничего, но снимали на сториз. Меня отниметят на инстаграме, я сохраню эти видео и добавлю здесь. Потому что я вот так вот зашла, и целый час я делала такие сложнющие позы. В общем, я из себя выжила максимум. Есть три позы, которые я в жизни никогда не пробовала. Никогда. Но вроде бы все получилось. Все, бегу домой. Ноги трясутся, руки трясутся. Это просто капец. Оно все трясется. Но вы трясете уже теперь неделю-две. Ну, одно дело, знаете, делать тренировку, упражнения. Другое дело, входить в позы в такие, в которые ты даже не знаешь, как из них потом выйти. Ну, ничего, справилась. Хорошо, что я живу через дорогу. Домой. Прикольно здесь такое дерево здесь. Оно, наверное, ночью светится. Интересненькое так. Да, смотрите, оно все такое. Видите, как из огоньков. Прикольно. Этот дом построился буквально-буквально-буквально, я знаю, полгода назад. Достроился, вот начали сдавать квартиры. Красивенько тут. Вот внутренний дворик, тихо, спокойно. И вот так вот в доме сделали студию. Идем. А здесь какая-то выставочная зона. Какой-то магазин. Большущий должен быть. В общем, у меня вышла с корабля на балу. Пришла домой. Валера с Алиной спит. Надо ехать забирать Полину. Одеваю шапку, шапку. И за Полиной едем. Валера, кстати, он же шел с такси. И нашел фирму, которая подыскивает работу. То есть он сделал заявку, подписал договор. И мы должны были в течение пяти дней найти... У них была работа. Такая, которая Валере понравилась, подходила. И как бы они должны были его связать с работодателями. На вторую неделю они его не связали с работодателями. Вчера он звонил, трубку не брали. Сегодня я не знаю. Короче говоря, он уже сплатил деньги за то, что его как бы устроят на работе. Я говорю, Валере, кинули, короче, тебя. Ну, не знаю, чем-то еще закончится. Обязательно поделюсь, расскажу. И я надеюсь, что все-таки он очень классно разбирается. Ну, как, не во всех сферах IT. Но вот у него склад ума такой, что он может... Он сам получил фотошоп. Он очень круто делает. Мне придут ушечки. Много еще может делать классно в фотошопе. Монтирует классное видео. Так же самое он разбирается в этих всяких... Но он любит засидеться, разбираться в деталях мелких, да? Вот в компьютере, в каких-то программках. Вот ему это нравится. Это ну как нравится. Ну, вот у него получается. Я ему уже говорила давно, да иди-то в IT-сферу. В общем, попробуй сейчас пройти обучение. Там обучение с гарантией трудоустройства. Это антисфера. Пока ничего не хочу подробно вникать, не во что говорить. Попробуем. Возможно, у него все-таки получится. Возможно, он идет туда. То, что деньги там в долларах оплата. В принципе, на начальной стадии такая же будет оплата, как и если он будет ходить на работу. Там водителем где-то за 5000 злотых. В принципе, чуть-чуть больше получается такая же будет оплата. Но он на месте, он дома на удаленке. Это очень хорошо, очень удобно. Он всегда есть рядом, предпокойся, что... И если надо куда-то поехать... Чем я люблю удаленку? Потому что если надо вдруг куда-то поехать, сорваться, поехать в Украину. Он берет с собой ноутбук, и он на работе. И в тот же момент мы едем в Украину, там, если надо что-то решить, какие-то вопросы. То же самое у меня. Если я тренер оффлайн, то я не могу раз сорваться и поехать, если там что-то срочно нужно сделать. А если я онлайн, то я в любом уголке мира могу находиться и предоставлять свои услуги. Точно так же качественно, как и если я буду в Варшаве, в Украине, на море. Неважно. Поэтому есть огромнейший такой плюс. Просто огромнейший плюс. Ты не выпадаешь из жизни абсолютно, если ты не привязан к месту. Ну что, видео я не отсняла. Я села перечитывать весь контекст, план. В общем, весь текст, который я прописала в сценарий. И мне не хватило большей четкости, что ли, в сценарии. Я сейчас буду переписывать, переделывать, дописывать некоторые моменты. И завтра уже сделаю утром съемку. Ну, естественно, завтра смонтировать я это делала должна, чтобы уже в пятницу видео было на канале. Ничего. Так что не всегда все бывает так, как мы планируем. Зачем ты принесла друшляк? Шарик сдулся, да? Сдулся шарик. Еще хотела вам сказать одну интересную вещь. Я на 2021 или на 2020 год, я уже не помню. Помню, что в прошлые годы, в прошлые списки своих желаний на год прописывала... У меня было одно из моих желаний. У меня было одно из желаний научиться позингу, позированию. У меня есть нюансы. Я не всегда могу классно встать. Мне хочется, чтобы позирование мое было более легкое, естественное. Эти руки вечные не знаешь, куда деть. Плюс у меня структура тела такая спортивная, если неправильно встать, то очень мужеподобная получается. Я так хотела научиться вот этому легкому, такому позированию, чтобы не надо было пинтерест перерывать и так правую руку поставить так, левую руку поставить так, и тут вот так. Чтобы это было естественно. Очень хотела этому научиться, но как-то я не задавалась целью найти, где этому научиться, как этому научиться. Как-то вот оно вот... Я его написала это желание, что я хочу этому научиться. И вот буквально вчера, да, вчера меня таргетнула реклама. Сегодня я попала на вебинар фотографа русскоговорящей. Вообще-таки не поняла, откуда она, но она и в Украине работала в плейбой, сейчас она живет в Италии. И она так доступно все рассказала, показала примеры. Она упомянула даже одну такую вещь. Сказала, что первое... Что... Первая часть тела, которая стареет у женщины... Ну, так, просто ушла речь про женщин. И которая выдает возраст женщины, это ее спина. Потому что мы живем в мире косметологических технологий, хирургических технологий, косметики, разных средств ухода, процедур для лица, для рук, для всего. Для ног, попу подкачать, да. А вот спину ничего вы не сделаете. Гиалуронку уже до них вкачаете. Пластическую операцию вы там не сделаете. Косметологические процедуры вы там не сделаете. Если вы не будете ухаживать за своей спиной, то она сразу же выдаст ваш возраст. И это прям меня, знаете, так зацепило. Я думаю, мой человек. В общем, посмотрим. Планирую пройти у нее обучение. Очень интересно. Я хочу для себя научиться. Ну, и для себя лично. И плюс у меня все-таки очень много работы с фотографиями. Очень много, где я себя позиционирую через фото. Видео это одно. А вот фото там, где нужно, в Инстаграме очень много для проектов, для рекламы моих проектов, которые я готовлю. То есть для всего этого нужна красивая фото. Да, одно дело фото профессиональное, там где ты делаешь упражнения, как тренер, ты показываешь свои способности. А другое дело показать себя как человек, как личность. Вот это сложнее намного. А где ты? А где Элинка ховалась? А где Элинка? А нема Элинки, папа, нема Элинки. Вот Элинка. Слушайте, у меня так болит все тело. Просто болят мышцы. Я не могу поворачивать голову в шею. Мне приходится разворачиваться вот так. Все думали, чем. У меня болят кости, у меня болят связки, подколенные связки. Так, болит. Все такая крепатура. У Лера говорит, что ты там такое делала? Ну я там действительно, ну просто из кожи вон вылазила, на самом деле, чтобы сделать такие позы, от которых сейчас с ума схожу. Все болит. И еще все же делалось на коврике, на мате, да, мягенько. Все делалось на бетонном полу. У меня просто. Я там, есть одна поза, я стояла вообще на колене, первый раз в жизни. Вообще пробовала эту позу. У меня получилось. Я думала, я ее говорю фотографу. Я один раз попробовала, если у меня не получится, дальше делать не будем, потому что это реально очень болючая поза. Давно нужно было встать на одно колено и на два локтя. Все, все остальное поднимается в воздух. У меня на колене гулька выскочила после этой позы. Она потом говорит, ну мы можем еще перефоткать ее. Я говорю, не-не-не, меня устраивает. Все отлично. Все устраивает. Это капец. Смотрите, мой сценарий готов. Все, в принципе, уже прописано дословно. Осталось только даже, как где оформить документы, примеры, да, разный вариант, когда ребенок родился, что можно, что можно рассчитывать. Важные нюансы. Осталось только сейчас заполнить, какие необходимы документы для того, чтобы подать заявление на такую выплату. И, в принципе, все. Доброе утро, доброе утро, мой завтрак. Сегодня у меня вот такой омлетик с бутербродами. И не поверите, чай. Чай. С утра будет чай. Кофе закончилось. Поэтому будет на завтрак чай. У меня тут активное приготовление. Сейчас буду делать съемочку в видео. У меня есть буквально полчаса, чтобы снять весь текст. Я уже при макияже. Рубашка от утюжина. Сейчас еще сделаю легкую причесочку такую. И сажусь быстренько-быстренько записывать видео. Во-первых, пока светло. Во-вторых, пока есть свободный компьютер. Потому что Кристина опять на школе онлайн. До 27 января. И 28 у них уже каникулы. То я не знаю, или пойдет она вообще в ту школу. Короче, я не знаю. Прям что-то печаль. Это только ихний класс ходит так часто. На онлайн обучение уходит. Какой-то прям капец. Ладно. Надо быстренько-быстренько. И за работу. Семейный опекунский капитал. Что это за новая социальная программа в Польше? Я доделала. Я сделала это. Осталось еще снять видео с экрана. Как необходимо оформить. Как все заполнить. Какие пункты на платформе. И все. Папка завлекает как только можно. Ты что орешь мне там на фоне? Ты что мне устраиваешь там спецэффекты? Ты. Я тебе говорю. Со шнурком. На поводке. На улице метель. Метель. Вот это да. Короче, сегодня гулять мы не пойдем. Ой, ребята, я себя так плохо чувствую. Не знаю. У меня раскалывается голова. У меня закрываются, пекут глаза. Ирина просто во всех. Ну нельзя. Господи, я просто задолбалась. Посмотрите, что она делает. Она везде. Она во всех полках. Она сегодня умудрилась даже уксуса уже попить. Это какой-то копять. У меня такой срач в квартире. Я уже никогда не описывалась. Был такой бардак. У меня нет сил на уборку. Это. Ох, как пекут глаза. Как болят. Очень плохо себя чувствую. Еще эта крепатура так болит тело. Что значит не заниматься регулярно? Заниматься нужно регулярно. Это как чистить зубы. Это просто. У меня все болит. У меня такое ощущение, что у меня даже кончики ушей болят. Пошли, вредина. Пошли. Будем потом сейчас собираться. Пойдем в магазин, купим немножко продуктов. У меня закончилось кофе. Зайдем еще кофе купим. Потому что у меня прям... Такут пекут глаза. Знаете, как давление как будто бы упало. Такое состояние нехорошее. Да, пошли в зал. Куда ты пошла? В зал пошли. Ты куда пошла? Сейчас хочется лечь и полежать. Но нужно браться за работу. Я ведь видео отснято. Теперь его нужно смонтировать. Да, мультик. Пару секунд тишины. Мультик. Да, ля-ля-ля. У нас еще стоит елка. По центре решили уже ее спрятать. Ее заботу. Все, для миг мультиков исчерпан. Пришла. Скоро пойдем гулять. Еще чуть-чуть походи. Скоро пойдем в спадки и гулять, да? Ну, это, конечно, такая заметель. И надо купить родов, когда мы вообще ебе нету. Но то и пустнее еще будет. Ух, в этом году зима в Польше, как никогда. Белая и снежная. Прикольно. Вышли на улицу. Надеюсь, мне станет чуть-чуть легче. Но просто самочувствие ужасное. Аж до тошноты так голова болит. Иду к Валерии навстречу. Он с гимнастикой завез Полину. Кристина сама поехала на гимнастику. А он Полину со школы забирал. И завез ее на гимнастику. Сейчас будет ехать домой по пути. Он с бедронкой поехал ему навстречу. Голова так трещит. Не знаю, можно выпить. Вот такое состояние. Знаете, как головная боль? А какое-то такое... Это странное вообще самочувствие. Реально похоже, как на давление. Хотя у меня с этим проблем вообще никогда не было. Коляска еле едет, буксует. Забыла сказать. Мне сегодня пришло сообщение с Ужонда, что карта по быту готова. До отберу. Такого-то числа на какое-то время прийти в такой-то кабинет с действующим за гранпаспортом и забрать карту по быту на Элиночку. Не знаю, или вы увидите, или нет. Он идет такой работник, что ли. У него аппарат такой интересный, который расчищает снег и как-то себя собирает. Вот видите, у нас только снег выпал. Все сразу же здесь сделали чистоту. Трофиночки почистили. Все почистили. Чивилизация. Как вам мамка моет. Да, по шуду. Светлая отвечает за... Ам-ам? А что, уже на волосах? А как она там оказалась? Я их знаю. Она поворачивается везде. Скажи, Элина, дай кашу. Хватит, дай кашу. Ты моя умничка, сестричка, кормит. Ам-ам. Да. Появится окошко подтверждения, где вас еще раз уточнят, или вы точно заполнили все данные, потому что после отправки вы уже не сможете ничего изменить. Нажимаем. Так, далее. Сегодня у меня просто нет абсолютно. У меня, как всегда, да, там пару минут записать, и все, видео готово. Вот я до сих пор озвучку пишу. Ну, тут реально осталось буквально чуть-чуть. Вот я сейчас на 11 минуты 26 секунд, а мне осталось озвучить еще буквально минуты две. Да, где-то так. Ну, конечно. Тяжко, сейчас вам покажу. Вот это все зелененькое, это я все уже озвучила. А осталось еще вот там, где видит этот вот кролик, зайчик, этот все еще нужно озвучить. И сложность в том, что Элина уже не спит, и Валерий надо работать. И она шумит, и только попадает ее звук, только попадает какой-то звук, мне приходится перезаписывать, чтобы этого звука не было. Та-дам! Где я в полдевятого вечера? Правильно! Я еду за девочками. У Валера сейчас, оказывается, экзамен. Он проходил там какое-то трехдневное обучение, что-то связанное с IT. И сейчас у него экзамен. Перенести нельзя, пропустить нельзя. В общем, придется мне ехать. Я меньше всего это люблю, конечно. Но что сделаешь? Еду я на автобусе. Кстати, видео уже готово. Все сделано. Обложка готова. Но на видео я заполняю на платформе данные. У меня там автоматически они все выскакивают, так как я там уже зарегистрирована на всех платформах. И получается там личные данные высвечиваются. А ему, к сожалению, не блюрит личные данные. Знаете, как прямоугольничек такой, как будто бы затушевывает. Поэтому нужно, чтобы Валера делал на своей программке, на компьютере. Естественно, это будет сегодня аж ночь. Так что видео будет завтра уже. Надеюсь, с утра будет. Так в лицо можно попасть. Ты же не так... Кристина, пас. Я уже даже один раз даже... Нет? Ты не по футболу? Мы так бежали на остановку. Ого, какие штучки ты вытворяешь. А как мы тогда... Мы так бежали. Вау! О, видишь? В общем, мы бежали за автобусом. Было 4 минуты до автобуса. Думали, забежим. Перебежали, а его нет. Но мы так понимаем, что его и не было. Так что можно было не бежать. Ну, хоть в футболу поиграли. Мам, знаешь, я уже даже, знаешь, я вот так пыльнула. Нет, так не делай. И вот так назад, назад, назад. Аккуратно, так можно маме в лицо попасть. Не надо. Ты прям с вертушки. О, ты как-то так стрёмно это делаешь. Ого. Аккуратно, зайка. На часах 2 часа ночи. И уже, по идее, суббота. И ещё сидим на видео. Видео длиной 16 минут. Работы в двух программах. В обработках. Озвучка. Там то, там то. Влоги намного легче монтировать. Серьёзно. Хоть влоге часовые, полутора часовые. А тут 16 минут. И... Съёмка. Чего стоило. Ну, короче. Что? Валерка доделывает. Прячет информацию. Я информацию записала, а он прячет. Хе-хе-хе. Что ты тут разругалась с самого утра? Валерка, ты чистил зубы? Валерка. 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 Ага. Интересно. Кто из этих двух раздел Лялю? А? Зачем вы ее разделили? Я ее одевала только недавно. Ну, это же кофта с подмишки, а не ее. Где ее одежда? Что значит, домой нету кофе? И второй день без кофе. И хочется кофе. Иду. Оделась быстренько в костюме. Бегу в костюм. Сегодня последний день. Американом и молотых. Иду. Куплю, а дальше буду думать. Надо будет покупать здесь сашетки. Что-то они подорожали. Кстати, они стоили салатик. Салатик теперь 22. Ну, что сделаешь? Надо купить все равно. Это будет немножко выгоднее. Допустим, есть на стакан. Кофе отбористый не сравнить с таким кофе, конечно. С этой пенкой такой. Ну, совершенно другое. Но тоже вкусненько. Выходит выгоднее все равно. 22 злотых за 8. Порции, кофе. Нормально. Капучино, если брать. А если брать обычный американо, то 16 порций. Плюс молоко вы просто греете в микроволновке. Кристина, сейчас урок заканчивается. Я думала, дождусь. Просмотрю еще раз ролики. Загружу уже на виду. Но понимаю, что нужно быстрее бежать. Пока у меня урок не закончился, лучше сейчас кофе пустить. И все. И приду домой пересмотреть. Кофе на месте. Профитрольчики. Сейчас у меня перекус. Пересмотрела видео. Там есть еще два места, которые нужно заблюрить. Сейчас у меня заблюрит. И буду выгружать видео наконец-то на канал. Но я расстроена. Обратите внимание, что есть. Я так расстроена звуком, что я вам просто не могу передать. Я подтягивала весь звук, чтобы он был на одном уровне. Там примерно около 100 кусочков, пока монтируешь видео. Каждый кусочек я вытягивала звук. Каждый. Все было идеально загрузила, выставила на YouTube. Сейчас прослушиваю еще раз. Прослушивала. Все было ок. Прослушиваю еще раз. И звук гуляет. Где-то громче, где-то тише. Слово громче. Слово тише. И это капец. Я просто... У меня прям аж руки опускаются. Это так обидно. Я потратила на это очень много времени. Это действительно самый сложный момент. И звук это самое главное. Я вот сижу и понимаю, что без микрофонов здесь абсолютно никак. А где взять микрофоны, если они стоят денег? Денега у меня сейчас нет на это все. Потому что бюджет максимально ограниченный. Я уже стараюсь как могу. У меня уже все сидят тихонечко, пока я видео записываю. Просто идеальная тишина в квартире. Я уже здесь. Все. Я вытянула звук. Все было идеально. Но какого же фига оно так плохо загрузилось? Видео просто... Я балдела от этого видео. Мне настолько понравилась вся работа проделанная. Здесь много проделанной работы. И вот. Расстроена. Такие минуты просто ничего не хочется делать. Хочется все удалить. Чтобы тебя просто никто не видел, не знал. И вот эти вот все... Это такой огромнейший труд. И он просто вот... Замерз. И здесь шли там, где дождь, там, где что бы вы нас обобрали. И там один человек нас обманул. Потому что это какой-то мальчик вообще. Пекли... И взял и поклали мусорку, которую он запалил. Он нас обманул, что они запалили. Аж до крыши. Аж до крыши. Аж до крыши. Там чуть-чуть огонь. Я на хореографии. Короче, все время... Я еще не договорилась. Там еще был чуть-чуть... Там еще... Там еще был чуть-чуть... Там еще выглядел половину огня. И должна была пожарная поехать. Вот через этого огня могла... Мусорка могла спалиться. И потом пол. Понятно. И пан Давид потом позвал эту... Пожарную. Пожарную. Мне спросить пана Давида или это правда? Или не надо, Панни? Ну, просто рассказывай. Какая разница? Можешь? Простите. Ну ладно. Я не обману. Я, короче, на хореографии... Когда мы учили этот новый танец... То... Все время делала вот так вот. Стояла и типа танцевалась. И весь тикток этот титан с трендами. А Панни потом мне говорит... Давай, давай, не переживай. И сказала, что у нее все девочки... Вот эта хореография Панни... Потому что у нее все девочки в танцевальной этой штуке... Не знаю, танцы танцуют. Все делают вот так. Или вот так. Помните, я говорила, что здесь что-то делали? Вот заграждение. Они уже дальше его продлили. Появились вот такие вот столбики. Такие, слушайте, прям столбище. Как от танка какого-то. Что-то такое прям... Чересчур моцное. Что это они такое придумали? А? О, какая там яма! Зачем такие большие? Такие и так часто? Тут же никогда ничего не было такого, чтобы... Санки стоят вот в середе. На вот такую стуку. А для меня вообще без малика. А ты что шкируешься? А сейчас ты пойдешь? Элина, тебя. Пойдешь, Элина? Можно только с кем-то. Нет, там такие очки. Оп, ручки. Оп. А вон видно, что она видит. Смотри. Можно награть? А, она полетела. Полетела? У-ху! О, она... Ты так что упала на асфальт? О, смотри, она внизу вылетит. Там вообще картинка. Смотри. Оп, улетишь? Оп. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok